Всем привет! Сегодня буду готовить грибной супчик. Вы просили, я покажу. Погнали, все подготовим. С расчетом на 5 литров воды берем половину курицы. Я возьму целую, потому что вторую половину использую на салат. Промыли. Закидываем ее в водичку и ставим на плиту. Так, поставили на плиту. Закипит. Скидываем на средний огонь, снимаем шум и варим примерно полчасика. Тем временем сейчас подготовим и нарежем наши ингредиенты остальные. Из ингредиентов это две вот такие вот небольшие луковицы, морковка, две картошки, шампиньоны. Позже скажу, какой объем нам понадобится. Надо будет смотреть. У меня они свежайшие, поэтому чистить я их не буду. Только помою, чтобы убрать этот песок, землю. Если у вас они вот такие жухленькие, уже полежавшие, то лучше их почистить, чтобы они не горчили. Также сливки, чеснок и зелень. Ну а дальше уже расскажу. Так, картофель нарезаем небольшими кубиками. Вот так, чтобы помещался на ложку, было удобнее кушать. У нас будет не крем-суп и не классический суп. Что-то среднее. Мы возьмем максимум от грибов. У нас будет насыщенный грибной вкус. И супчик получится замечательный. Просто, сытно и очень вкусно. Лучок, как обычно, мелким кубиком. Ничего особенного себе нарубили, как на любой другой супчик. Без заморочек. А другую луковицу мы крупно режем. Дальше расскажу для чего. Срезаем жопки. И вот так вот его. Так, морковь на терку. Это все скидываем вместе. Пока что откладываем в сторону. Так, переходим к грибам. Промываю и будем нарезать. Так, я взял 26 грибочков. Они вот видите небольшие. Этого объема нам хватит. Мы берем самые красивые крупные грибочки. И нарезаем их вот таким вот образом. То есть слайсами. Это пойдет целиком в суп. Вот на такие вот кусочки. Так, берем эти грибы и отправляемся к плите. Ставим сковородку на максимальную температуру. Разогреваем. Добавляем маслечко. И сейчас мы будем обжаривать лук крупно нарезанный и грибы крупно нарезанные. На большой температуре. Это важно. Нам надо создать корочку грибам, зажарить их хорошенько, но не так, чтобы они высохли и превратились в сухарики. Нет, они должны получить золотистую корочку, но внутри оставаться мягкими. Проверяем. Отлично. Засыпаем лук, засыпаем грибы. И жарим. И жарим. Вот уже начинают подрумяниваться. Но нам надо еще их поджарить, чтобы каждый кусочек был поджаристый, такой золотистый. Теперь берем чеснок. Три зубчика. И давим ножом. Вот таким образом. Теперь мы это берем. И закидываем сюда. Чеснок добавляем в самом конце, перед тем, как будем уже снимать. Потому что его можно передержать, он будет гореть и будет уже не аромат чеснока, а будет аромат горелого чеснока. Все, снимаем. Видим, да, появились у нас румяные грибочки. Теперь делаем следующее. Берем чашу с насадкой нож, можно блендер, что угодно. И пересыпаем грибы в чашу. Добавляем 300 мл сливок. И щепотку соли. И секретный ингредиент. Это три ломтика зажаренного бекона. Это будет изюминкой. Изюминкой нашего супа. Теперь мы это все дело перебиваем до таких мелких фракций. Вот такая прелесть получается. Вот благодаря вот этому суп получится просто незабываемый. Но это мы пока откладываем в сторону. Берем картофель. И засыпаем курочки. Прям с водичкой, ничего страшного. Все, и варим дальше. А на этой сковородке мы сейчас сделаем зажарочку лук-морковка. Добавляем еще маслечко. Добавляем еще маслечко. так обжарили и откладываем сейчас картошечка покипит буквально пять минут будем вынимать курочку и закидывать зажар также добавляем наши грибочки туда варим еще пять минут и пока разберем курицу и нарежем так разобрали нарезали теперь берем нашу грибную смесь теперь даем опять закипеть затем добавим курочку запах просто невероятный такой прям насыщенно грибной он как раз благодаря этому способу распределен полностью по всему суп в каждой ложке будет насыщенный вкус грибов закипела добавляем курочку и будем заправлять еще надо добавить зеленушку обязательно все шедевр можно теперь дегустировать это просто невероятно насыщенный нажористый грибной вкус распределен полностью по всему супу то есть каждая ложечка у тебя будет насыщенный грибной вкус это просто безумно вкусно в прошлый раз когда готовил этот суп так же само как и с борщом каждый съел по литру супа по две здоровые тарелки и все спрашивали когда я еще раз приготовлю этот суп и борщ так что друзья обязательно попробуйте его дома выходит бомбически не так уже сложно его приготовить обязательно используйте эти лайфхаки которые я вам советую который я использую получается очень вкусно а вам спасибо за просмотр спасибо что ставите лайк и пишите комментарий до встречи